Роман Русинов – российский автогонщик. Впервые в истории легендарного автомарафона 24 часа Лимана экипаж нашего гостя занял третье место. До этого российских автопилотов на пьедестале почета не было. Свою спортивную карьеру Роман начал с картинга. Позже неоднократно участвовал и побеждал в формуле «Ренольт». Роман впервые сел за руль в 7 лет. Это был мотоцикл с коляской. Как таковых любимых автомарок у него нет. Говорит, что одинаково любят и механику, и автомат. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях автогонщик Роман Русинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Роман, мы рады вас видеть у нас. Расскажите, как вообще прошли выступления, как вам площадка, как вас встретила сибирская земля? Ну, на самом деле, я безумно рад, что приехал в Новосибирск. Ну, конечно, когда я прилетел, была плохая погода, дождь, тучи. Для нас это привычно уже. Но в день события гениальная погода, гениально. Просто вот Новосибирск показал себя просто самой хорошей страны. И эта вся картинка, которая была заснята, она уже разлетелась по всему миру. Представьте себе, центральная улица города перекрыта, и там выступают гоночные болиды. Именно тот болид, на котором мы выступали в «Люман-24», финишили третьими в «Люмане». Погода как-то влияет или нет на выступление? Ну, естественно, для нас было очень важно показать шоу. У нас не было цели показать максимальную скорость. Для нас было важно, чтобы каждый житель Новосибирска пришел в центр города и получил праздник. Мы ждали улыбок, хорошего настроения. У нас это получилось. Но в дождь все равно, наверное, сложнее выступать. В дождь сложнее, потому что скользко. И само шоу оно не настолько зрительным, интересным. Почему? Потому что уже нет дыма из-под колес, нет звука. Ну, машины ездят, ездят немножко медленнее, чем в сухую погоду. Но, в любом случае, это очень интересно. Потому что, представьте себе, мы в Новосибирск привезли настоящий гоночный болид, который выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость. То есть само по себе событие, оно очень важное. Изначально такие машины только были в Москве, либо где-то очень далеко в Европе. И здесь, благодаря тому, что власти, города и губернатор позволил перекрыть центральную улицу. Все застоялось. Все застоялось. И на самом деле было самое важное, что он пришел на это событие, и он увидел, насколько оно популярно. Потому что мы собрали, по-моему, более 60 тысяч зрителей. Да, как на День города, в общем-то, народу было очень много. Расскажите вообще, как пришла идея создать такое шоу? По сути, до этого мало таких, я думаю, выступлений было. На самом деле, эта идея возникла еще несколько лет тому назад. В тот момент, когда была создана команда G-Drive Racing, которая в этом году выступает под российской лицензией в чемпионате мира по гонкам на выносливость. И непосредственно Александр Владимирович Крылов, директор по региональным продажам сети «Газпромнефть», он на самом деле идеолог всех гениальных идей, которые сейчас у нас есть. То есть, в первую очередь, это создание российской команды. И после того, когда мы стали показывать хорошие результаты, у нас возникла идея, а почему бы не привезти гоночный балет, всю эту гоночную историю в города Сибири. Вот, кстати, как перевозили машину? Вы же не ехали на ней, да, там, из одного города в другой по трассе, да? Ее как-то на самолете, на вертолете. Ну, вот это, на самом деле, самая сложная логистика. Представьте себе, сначала машину нужно было доставить из Европы хотя бы в Петербург, потом в Москву, и дальше уже она поехала по городам России. Естественно, это сложная логистика. Она передвигается на специальном автомобиле, на грузовике, со всем оборудованием. Потому что, представьте себе, шоу – это не просто гоночный балет. Это целая инфраструктура, это бетонные блоки, это ограждения, это палатки, это трибуны. Это все, что передвигается вместе с нами. Это огромное количество людей одновременно. Это более 60 человек, которые летают постоянно с нами по разным городам. И плюс еще на месте мы привлекаем, я не знаю, может быть, около 100-150 человек. Ну, вот смотрите, к нам приходят в студию разные спортсмены, и все говорят, вот я тренируюсь ежедневно, статальки-то, статальки-то в спортзале, сижу на диетах и так далее. А как автогонщики готовятся к соревнованиям? То есть вы тоже каждый день ездите где-то на трассах или как? Ну, естественно. На самом деле, что такое автоспорт? Это, в первую очередь, подготовка спортсмена. То есть, как в любом спорте, мы обязаны заниматься подготовкой, то есть физподготовкой. Это что значит? Это означает, что каждый день мы ходим в тренажерный зал, мы физически стараемся стремиться к максимуму. Дальше, это уже вторая часть, это непосредственно тесты гоночных автомобилей. Вот, кстати, мне кажется, это самое опасное. Это не самое опасное, это самое сложное, потому что во время тестов вы готовите автомобиль к гонке. Но для того, чтобы быстро ехать, вы должны провести определенную работу с инженером, с механиком. А как это происходит? То есть, ты садишься в автомобиль, едешь и понимаешь, нужно добавить то-то, прибраться там в другое, там мощность. На самом деле, это очень важно, потому что каждый раз, когда мы приезжаем на гоночный трек, наша цель – улучшить характеристики автомобиля, сделать так, чтобы он ехал быстрее. Соответственно, у нас есть самые важные параметры, которые влияют на скорость. В первую очередь, это топливо, потом, это, естественно, двигатель, шасси и настройки автомобиля. Вот, кстати, про Лиман. Впервые, по-моему, в истории, да, именно российская команда поднялась на пьедестал. Скажите, вообще, почему так происходит? До этого в России была не так сильно развита школа автогонок, может быть, просто там тренироваться нигде было? Как? Ну, на самом деле, автоспорт для России – это достаточно новый вид спорта, потому что только в прошлом году рядом с Москвой открылся международный трек, то есть трек международного уровня, способный принимать соревнования, такие как чемпионат мира. Поэтому, на самом деле, мы новая страна в автоспорте. И, на самом деле, G-Drive Racing, и Александр Владимирович, он задает темп, да, он задает темп всей стране, он придумал успешный, интересный проект, который из идеи вырос в некое… В реальность. Я бы это сказал, даже не в реальность, он вырос в то, что, скорее всего, должны были сделать уже много лет тому назад. Но ни у кого не было желания, и ни у кого не было стимула. И тут самое важное, что Александр Владимирович Крылов, он смог придумать проект, и самое главное – реализовать его на самом высшем уровне. И, причем, не просто реализовать, а дальше привезти его в регион, и, соответственно, к вам в Новосибирск. И в Новосибирск, в частности. Будем надеяться, что автоспорт будет развиваться и дальше. Мы обязательно продолжим нашу беседу, а пока ненадолго прервемся. И я напомню, что сегодня у нас в гостях автогонщик Роман Русинов. Роман Русинов – российский автогонщик. С 1999 года выступает в международных соревнованиях. Многократный победитель гона класса гран-туризма, прототипов и младших формул. Стал первым россиянином в истории автоспорта, выигравшим международный чемпионат. Чемпионат серии «Лиман». У Романа экономическое образование. Начал обучение в Университете Москвы, а закончил во Франции. Переехал куда в 1999 году. Напомню, что сегодня у нас в гостях автогонщик Роман Русинов. Итак, продолжаем нашу беседу. Напомню, что впервые в гонках «Лиман» наша команда заняла третье место. Почетно? Это впервые за 90 лет. За 90 лет. Это важно, да. Это очень важно. Расскажите, как вы пришли в автоспорт? Я знаю, что начинали все-таки с картинга, а вот говорили, что впервые сели за руль мотоцикла. Почему таки мотоцикл на автоспорте? Самое важное – поставить перед собой цель. И к этой цели нужно стремиться. Нужно поставить самую высшую планку и каждый день к ней идти. И тогда все получится. Соответственно, у меня было то же самое. Я поставил перед собой цель, к ней было очень сложно идти. Началось все с 200 пионеров. Я записался в дворец пионеров. На какую секцию? Картинг. Я походил два месяца. Крутил гайки. Мне сказали, вот покрути два месяца, потом тебе дадут покататься. В итоге я крутил-крутил, покататься мне не дали. Потом он развалился в дворец пионеров, и вся эта история накрылась. В итоге же следующий раз, когда я действительно испытал себя на картинге, это было, по-моему, в 96-м году. Уже не купились, наверное, на ту историю, что ты сказала, покрути гайки, да? Нет, нет, нет. Мог совершенно бесплатно покататься. Опять-таки, вот что касается автогонок, да? Когда вы для себя вот эту самую цель поставили, сколько лет вам было вообще? Когда поняли, что хотите заниматься этим? У меня было желание, да? То есть первого класса, у меня были определенные мечты. У всех парней, мне кажется. Ну, это нормально, да? То есть у вас есть мечты, там кто-то космонавт, там кто-то... Либо космонавт, либо автогонщик. У нас две специальности. Да, к актерам, кстати, не было как-то перспективно в те годы. Да. Поэтому, да, все старались быть либо космонавтом, либо ученым, либо физиком, либо президентом. Ну, вот как-то вот так вот у нас было. Одна все-таки мечта была. Соответственно, у меня был... Ну, я прям действительно взял, вырезал фотографию Фабрициуса, который в Омске сейчас министр спорта, и он тогда гонял на восьмерке. Я эту машину взял, вырезал из журнала за рулем. И приклеил непосредственно вот в тетрадочку, где был, кем я хочу стать. Но все написали текст, и я же просто взял, приклеил фотографию, чтобы не вызывали вопросы. Чтобы сразу было все понятно. А расскажите, вот автогонки, да, считается очень опасной, в общем-то, профессией? Ну, давайте по-другому. Намного опаснее перевешать скорость на дорогах общего пользования. Поэтому нет, я считаю, что автогонки, они не опасны. Почему? Потому что вы выступаете на подготовленных автомобилях, на подготовленной трассе. И, соответственно, вы идете на осознанный риск. Поэтому, на мой взгляд, намного безопаснее ездить на гоночном треке и на гоночном автомобиле, чем превышать скоростной режим на дорогах общего пользования. Поэтому я всех призываю... Сами не грешите этим? Нет, нет, меня ни разу не остановили за последние, я думаю, пять лет вообще. Да, хотя, ну, я живу в Москве, у нас достаточно много автомобилей, естественно... Там сплошные пробки, там, где останавливать? В любом случае, у нас вечером многие летают. Поэтому очень важно, ну, все-таки соблюдать правила дорожного движения, потому что, ну, в первую очередь, это безопасность нас всех на дорогах. А были какие-то вот в карьере, так скажем, рисковые такие случаи, где буквально на грани удавалось вырулить автомобили? Я скажу по-другому. Для того, чтобы ехать быстро, вы должны ехать на 100%. Вы не имеете права ехать на 99,9. Нет, это 100%. Поэтому каждый круг у вас формально на грани. То есть вы не имеете права допустить ошибку, вы не имеете права превысить 100%. Как только вы превышаете 100%, машина, естественно, вылетает с трассы. А страх есть или нет, когда за руль садишься? Или это и должно быть хладнокровным? В данном случае есть риски, которые вы... Понимаете, какие они есть? Это осознанный риск. Соответственно, мы двигаемся в том направлении, которым мы выбрали. И что важно заметить, что в тот момент, когда ты приезжаешь на гонку 24 часа Львана, до этого команда проработала 365 дней в году для того, чтобы подготовить автомобиль. Это огромное количество механиков, инженеров, ну и всех других людей, которые работали над этим проектом. То есть реально год готовится автомобиль гонка? Год для этой гонки, да. То есть у нас есть 8 этапов чемпионата мира, есть главная гонка планеты 24 часа Львана. Соответственно, когда мы приезжаем на эту гонку, у нас есть один шанс показать себя, на что мы способны. И представьте себе, в тот момент, когда я за рулем, вот вся работа, которая делалась на протяжении последнего года, всеми людьми, она в моих руках. То есть и это очень большое давление, к нему нужно привыкнуть. И вот это на самом деле самое сложное в начале карьеры. Психологически именно, да? Психологически, да. Потому что показать хороший результат, показать скорость, да, это возможно. Но потом с этим нужно справляться. Самое главное, это нужно показывать постоянно, безошибочно. Ну и напоследок, коротенький вопрос. Скажите, кто у вас любимый автогонщик вообще? Ну, кто? Я сам. Хорошо. Механика или автомат? Какой автомобиль предпочитаете? Ну, конечно, автомат. Автомат, вы же. Ну, не ожидала сейчас на автогонщика. Я по-другому скажу, да. То есть у нас есть новые технологии, это коробки DSG, новые коробки DSG, которые на самом деле, это ручная коробка, которая переключает робота. Просто мужчина так любит тебя бить в грудь, говорит, я так обожаю ездить на механике, машина нормальная только на механике, но ездит при этом на автоматах. Нет, я люблю, люблю механику, у меня есть автомобиль на механике, это действительно очень классно. Но в городском режиме у нас нет цели проехать быстро, у нас есть цель спокойно ездить по городу. И поэтому автомат, он более удобный. Что ж, Роман, вам пожелаем новых побед. Спасибо, что пришли.